Вот так воспитательница детского сада «Радуга» пытается построить свою младшую группу на прогулку. Сначала она стучит деревянной палкой по асфальту, указывая, куда именно необходимо встать. Однако дети не слушаются, а потому женщина не выдерживает, замахивается и бьет длинной палкой прямо по ногам малышей. По словам сотрудников детского сада «Радуга», воспитатель была опытным педагогом. Таким образом, она хотела лишь привлечь внимание детей, так как у нее были проблемы с голосом. Однако очевидцы посчитали ее действия опасными для малышей. Как оказалось, женщина была нанята на должность воспитателя совсем недавно и должна была заменить основной педагогический состав на время отпусков. По словам сотрудников детского сада, за ее плечами более 20 лет работы в Зеленодольской школе номер 2. Старший воспитатель увидел это в окно, что воспитатель машет палкой. Поставила меня об этом в известность. Детей завели в группу, пригласили воспитателя для беседы. Я поставила заведующую в известность, где было принято решение об увольнении. Опасными и неподобающими такие методы воспитания считают и психологи. У детей могут возникнуть комплексы, с которыми им придется бороться всю жизнь. Даже если не попала, скажем, по их телу эта палка, но они стояли рядом и они впечатлились, это может оказать гораздо больше по силе, по эмоциональному какому-то такому травматичному опыту в памяти ребенка больше, чем непосредственно тот ребенок, с которым было взаимодействие. Просто быть свидетелем этого насилия уже расценивается как травматичный опыт. Однако, по словам местных жителей, в этом детском саду подобный инцидент происходит впервые. Воспитатели здесь всегда приветливы, а к малышам относятся с особой заботой. Я знаю, что воспитатели, вот слышу, как они занимаются, утром гимнастику проводят, мне все это нравится. Я сама была воспитатель, я не видела. Я в жизни вот такой не представляю, как можно ребенка вбить палкой. На разе можно детей бить. Вообще детей даже не рекомендуют родителям бить. Не то, что там кому-то еще и воспитателям. Сразу после инцидента была проведена служебная проверка, в результате которой новый воспитатель и была уволена. Сейчас Зеленодольская городская прокуратура устанавливает все детали произошедшего. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников образовательной организации. Кроме того, будет проверена законность увольнения воспитателя по собственному желанию. Горе-воспитатель может быть и уволен, вот только родителям и самим детям от этого не легче. Ведь многие из них уже сегодня с большим нежеланием пришли в детсад. А некоторым малышам и вовсе может понадобиться длительная работа с психологом. Валерия Ким, Елена Горбунчикова, Максим Зуйков и Максим Малов. Телеканал Эфир.